У мемориального комплекса «Вечный огонь» играет военный оркестр. Рядом расположены мольберты с фотографиями героев-мытищенцев, участников специальной военной операции. В этот день мы традиционно собираемся у мемориального комплекса «Вечный огонь», чтобы выразить уважение и благодарность защитникам Отечества. На митинге звучали слова благодарности и уважения тем, кто мужественно защищал родную землю от захватчиков. В память обо всех погибших объявили минуту молчания. В этот раз традиционное праздничное мероприятие было наполнено особым смыслом. Ведь именно от сегодняшних защитников Отечества, их мужества на передовой, зависят мир и спокойная жизнь жителей нашего округа и страны. Я от всей души поздравляю наших военнослужащих с этим замечательным праздником. Мы сегодня вами гордимся и хотим гордиться вами в будущее. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, стойкости духа, оптимизма и веры в настоящую и дорогую для нас всех победу. Любая победа достигается высокой ценой. И вот об этой цене мы всегда должны помнить, чтобы она была заплачена не зря. Все заводы производят военную продукцию, наша церковь приходит на фронт. Мы все делаем все возможное для того, чтобы наша победа наступила быстрее. С праздником вас, дорогие митинщики. Величественно и торжественно звучит государственный гимн России, который считается одним из самых узнаваемых во всем мире. Дети и взрослые знают слова наизусть. Под сопровождение оркестра мытищинские военнослужащие возложили к вечному огню венок из еловых веток, украшенный живыми цветами и лентами триколор. Традиционно к монументу возложили и красные гвоздики. Вечный огонь напомнил всем присутствующим о цене победы. И пока он горит, в сердцах людей будет жить память о великом подвиге. Торжественное мероприятие продолжилось во Дворце культуры Яуза. Перед большим праздничным концертом у всех была возможность согреться и выпить чашку чая, поговорить и принять участие в сборе гуманитарной помощи. Сегодня у нас представлены ручной работы товары, которые делают наши рукодельницы, наши волонтеры. И все собранные средства, которые будут выручены сегодня на ярмарке, по QR-коду будут направлены на наш официальный расчетный шорт звердбанка. Далее эта сумма пойдет на помощь мытищинским бойцам. Настоящим русским героям была посвящена праздничная программа, которая прошла при полном аншлаге. Этот день надолго запомнят и юные жители, которые торжественно вступили в ряды юно-армейцев. Поздравляю вас с принятием с торжественной пряткой! Ура! 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 Под аплодисменты зрителей лучшим из лучших вручили знаки отличия. На сцене звучали песни о подвигах, героях, защитниках Отечества. Каждый номер и постановка тронули сердца зрителей. Татьяна Горностаева, Максим Силай, Первый мытищинский.